Следующий спикер это Владимир Бурков, партнер группы компании Business Upgrade. Собственно, это я. И сейчас я вам буду рассказывать кейс, как автоматизировать любой бизнес без вложения миллионов. Надеюсь о том, что та информация, которую сейчас я до вас доведу, вам будет полезна. Сейчас я проверю все технические вещи, чтобы у меня все перелистывалось, все листалось. Посмотрим. Раз, одну секунду. Раз, два, три, четыре. Ну, это, как говорится, у меня такой… Сейчас мы посмотрим, как у нас листается. Представляете, это третья конференция. Да, включена, включена. Это третья конференция, непосредственно, на которой я выступаю. И третий раз, как раз в тот момент, когда у меня должны работать клики, он просто не работает. Буквально еще одну секунду мы сейчас попробуем. Все это попробую сделать. Да, попробуйте выткнуть, переткнуть. Технические моменты, они у нас всегда были. Сейчас. Друзья, я буду брать лейтмотив наших предыдущих двух спикеров для того, чтобы как раз сейчас вывести, ну, давайте скажем так, некий чек-лист тех действий, которые нужно… Некий чек-лист тех действий, которые непосредственно нужно совершать бизнесу для того, чтобы бизнес, тем более малый и средний, мог работать, мог работать более эффективно. Сейчас. Давайте попробуем все-таки поднастроить. Мог работать более эффективно в текущих, в том числе, сложившихся обстоятельствах. Давайте как есть. Да, одну секунду, сейчас помогает. Как есть. Мы живем в новой реальности, и новая реальность в том числе заставляет нас каким-то образом действовать. Мы не говорим, наверное, сейчас о тех компаниях, и я не буду говорить о тех компаниях, которые закрылись. К сожалению, так произошло. Значит, какой-то не было подушки, значит, не было чего-то такого, что могло помочь. На самом деле такое было. Мы сейчас будем говорить о тех организациях, которые вот малый и средний бизнес, не о больших крупных корпорациях, потому что у них на самом деле задача в другом. Как сказала Александра в предыдущем выступлении, сейчас, ну и мы в том числе в компании, мы являемся субъектом малого предпринимательства. Мы говорим сейчас внутри, когда все началось, когда вообще стало непонятно, когда непонятно будут ли платить клиенты, будут ли вообще деньги, как быть с командой. Мы всем сказали только одну фразу. Дорогие друзья, наша основная задача сейчас сфокусироваться на наших действующих клиентов, у которых есть возможность платить, проекты, по которым у нас стопудово реализуются, проекты, по которым у нас точно будут действовать, точно будут работать, это первый момент. А второй, нам очень важно сфокусироваться именно на своих внутренних бизнес-процессах. То есть у нас есть реально месяц, когда мы можем добраться вообще до всех действий, которые мы в свое время планировали сделать непосредственно у нас в CRM, у нас в внутренних бизнес-процессах, в целом у нас в компании. И о таких вещах мы сейчас будем говорить. Моя презентация будет искренне полезна тем людям, кто еще вообще не начал автоматизацию. А самое главное, сейчас мне сказали, что вроде как, вау, круто. А для тех, кто вообще не начал автоматизацию, либо для тех, кто находится сейчас на пути автоматизации, да и в целом, я думаю, у кого-то будет сейчас момент некой ретроспективы, будут вспоминать какие-то флэшбэки о том, как они работают. Давайте еще раз представлю, меня зовут Владимир Бурков, я партнер компании Business Upgrade. Я являюсь одним из двух основателей этой компании, контролирую и занимаюсь всем, что связано непосредственно с продажами, с маркетингом, с коммуникациями, в том числе, например, организацией вот таких вот конференций, на которые вы сейчас присутствуете. Здесь есть мои контакты, они обязательно будут на последнем слайде. Это мой личный номер телефона, поэтому звоните, пишите, это моя личная почта. Мы очень легко коммуницируем и, в принципе, любим людей. Компания Business Upgrade, мы находимся и базируемся в Новосибирске, но работаем по всей стране. За пять лет мы реализовали уже более 450 проектов по интеграции Bitrix24 в любой сложности. На самом деле, от малых компаний, где есть один-два сотрудника до организаций, в которых тысячи и более и более. Ну, то есть, есть крупные федеральные компании, очень много всего. Весь спектр услуг, у нас целый штат ребят, которые занимаются и продажами, которые занимаются сопровождением, руководители проекта, программисты, все-все-все. Вот такие вот у нас клиенты, ай да мы молодцы. Есть крупные компании, есть мелкие компании, которые вы не знаете. Ну, это не суть. Самое главное, важный момент, что то, о чем я сегодня, вообще я буду говорить, я буду говорить ни в коем случае не с позиции технаря. Я не технарь, я продавец и коммуникатор, я тот человек, который приходит к вам и продает идею. Но самое, что интересно, что за эти пять лет мы реально пришли к более 450 компаний. Представьте, то есть очень много организаций, очень много бизнес-процессов и офигеть, как много практического опыта. Но повторюсь, я в очень многих вещах не разбираюсь. Да и не претендую на самом деле на это. Моя основная задача сегодня вам, ну давайте как есть, как детям, хотя бы все руководители, маркетологи, продавцы, собственники, я вам сегодня прям буду говорить как детям. Потому что чем проще я вам расскажу, чем проще я вам объясню самые базовые какие-то вещи, чем тем эти инструменты вы сможете более эффективно использовать. Поэтому давайте начнем. На самом деле в прошлом году у нас был очень крутой опыт. Я являюсь спикером комитета ОАИТ Новосибирского отделения опоры России. И мы очень давно уже и плотно дружим с центром поддержки предпринимательства в Новосибирской области, центром мой бизнес. И в прошлом году нам пришла такая идея. У нас было очень много крупных компаний, таких, знаете, больших, где там, начиная от 50 сотрудников, это не с того, чтобы крупная компания по меркам бизнеса, да, официальных каких-то подсчетов, но это большая организация. А маленьких компаний, где там 10 до 10 человек практически не было. Ну то есть мы понять не можем, а почему, по какой причине, а что, почему люди не автоматизируются. Ведь в свое время мы прекрасно понимаем, что те инструменты, которые вообще дает автоматизация, они реально помогают очень быстро расти, очень хорошо контролировать внутренние процессы и все. А оказалось, что, ну, ну просто нет. Малый и микро, малый, микро и средний бизнес не понимает, а зачем. А самое главное то, что понимает, им даже когда раскладывают все эти вещи, о том, что это полезно, это хорошо, это нужно, он такой, типа, по деньгам. Как бы такая себе история. Может быть, оно и не стоит мне сейчас. Либо я отложу все на потом, либо у меня же есть суперавтоматизация под названием Excel, и она прям меня спасает. Поэтому все будет хорошо. В общем, в прошлом году мы запустили такой проект, называется «Цифра для маленьких». В двух словах об этом проекте, потому что именно на этом проекте я буду сейчас основывать вообще все дальнейшую свою презентацию. То есть это не столько мой опыт, сколько опыт всех проектов. Мы брали небольшие компании и говорили им о том, что, господа, при поддержке опоры России и центра «Мой бизнес», мы сделаем вам автоматизацию за 5000 рублей. Ну, то есть мы настроим, интегрируем вам CRM-систему, настроим базовые карточки лидов, настроим вам почту, подключим телефонию, сделаем так, чтобы у вас заявки падали все в одно место. Сделаем такую базовую версию, в которой вы сможете работать и начнете делать. И это всего лишь за 5000 рублей. Все остальное нам субсидировало наше государство. И на самом деле огромное спасибо центру «Мой бизнес» за это, о том, что они и в прошлом году реализовывали данный проект, и в этом году тоже, в апреле месяце, мы будем продолжать реализовывать данный проект. И суть в следующем, что мы собрали большой пул клиентов, мы собрали, а с ними мы формировали техническое задание, общались, настраивали, обучали их и сопровождали в течение нескольких дней. Ну то есть это такой полноценный проект, который получил клиент, и мы здесь посмотрели те боли и те нюансы, которые на самом деле собственникам, маркетологам и продавцам, в зависимости от того, кто отвечал за проект, мешали. Либо мешали мыслить в сторону автоматизации, либо какие-то шоры или вот эти вот точные заявления, что я точно знаю, объективное такое мнение о каких-то моментах в автоматизации. Вот о них я сегодня буду рассказывать, непосредственно опираясь на данный наш опыт и, так сказать, постараясь все это уложить в не то небольшое время, которое у нас есть. Есть три проблемы. Мы реализовали порядка 20 таких проектов за декабрь месяц и за январь. За два месяца вот так вот у нас получилось их реализовать. Порядка 20 проектов. Немного. На самом деле компания от 1 до 10 человек, ничего. У всех свои проблемы, у всех какие-то свои нюансы, но есть три основные проблемы, которые вообще совпадают абсолютно у всех. Для нас, как для интеграторов с опытами, это уже, ну, юмор. И тем не менее мы каждый раз с этим сталкиваемся и каждый раз есть. О них я расскажу непосредственно отдельно. Есть профессиональные проблемы, а есть непосредственно проблемы такие эмоциональные, как мы их называем, которые тоже мешают. Первая профессиональная проблема при начале абсолютно любой автоматизации это желание бахнуть все. Ну, то есть, как мы это называем, желание построить космический корабль. Собственник, когда идет в автоматизацию, ну, во-первых, он идет с каким-то бэкграундом. Он приходит, вот Александра выступила, целый час рассказывала о всех инструментах, которых есть в том же Bittrex 24. И собственник такой, слушайте, хочу все. Вот чтобы у меня кнопку нажало, она автоматически все начала делать, все бизнес-процессы сразу же начали работать, и все это есть. И это первая большая проблема. Следующий момент. Профессиональная. Тоже веселая штука, которая нас постоянно улыбает, это когда компания, которая хочет автоматизироваться, знает, что на рынке есть другая компания, которая занимается тем же, и во время прям встречи говорит, слушайте, ребят, а вот можно нам, вот как у них, вот так же, чтобы все было автоматизировано, ведь они же занимаются тем же самым. Они предоставляют ту же услугу, они таким же образом организовывают производство, у них они продают то же самое, что мы, либо они проектируют те же самые проекты, что и мы, мы очень часто с ними в тендерах в одних участвуем. И можно нам вот сделать точно так же, как у них, но есть, как говорится, high level этой просьбы, это когда, а если у вас такие проекты, делали вы уже такие проекты, как наш, ну занимается компания, и можно ли нам сделать то же самое. Это вторая профессиональная, очень серьезная ошибка, о которой мы сегодня поговорим. Ну и третья проблема, это такая эмоциональная, когда собственник и команда очень жестко верят в себя, о том, что у них на самом первом этапе все получится и получится очень легко. Вот эти все три мифа мы сейчас будем по чуть-чуть развеивать, я как обещал, простым текстом, и как для школьников, буду это объяснять. Ну что, первое, когда мы входим в автоматизацию и хотим постоянно дорабатывать, что-то улучшать и чаще, 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 чаще делать и вводить новый инструмент. Ну, во-первых, друзья, поставьте, пожалуйста, плюсы, кто вот до сегодняшнего момента, например, вообще каким-то образом сам не сталкивался ни с одной CRM-системой, там, кроме Excel, выключите, коллеги, при модерации, для того, чтобы я мог как раз посмотреть из того, что есть. Прям выключите, поставьте плюсики. Плюсики, вот кто вообще никогда не сталкивался, понятия вообще не видел, не знаю, где-то слышал, кто-то выступал, где-то смотрел, но мне вот оно вот как зайцу пятая лапа, оно мне совершенно не нужно. Есть супер такие. Окей. Поставьте единички те, кто прям мастодонт. Я в теме, у меня все настроено, я очень многое видел и так далее, и так далее, и тому подобное. Есть единички, единички. Давайте мастодонты. По-любому здесь есть те ребята, которым мы не будем звонить после конференции и предлагать наши услуги. Вероятнее всего такие есть. Да, вот вижу, единички появились. Ну и как минимум мысленно кто-то у себя такой взял и сделал. Так чтобы вы понимали, вот здесь вот пропасть между теми, кто что-то уже делал и тех, кто не делал ничего. И самое главное, здесь пропасть не столько инструментальная, сколько временная. Представьте себе ситуацию, когда вы всю свою жизнь катались на велосипеде. И вас велосипед устраивал, достаточно быстро ехал, но вот у вас появилась необходимость проехать из одного города в другой. Ну а вы вообще не спортсмен. Вы катаетесь 20 километров, можете проехать. Ну, например, путешествие из Петербурга в Москву вам просто на велосипеде не осилить. То вы в этом случае, вероятнее всего, ну, давайте как простой момент, сядете на машину, а не на самолет. Имеется в виду, вы сядете за руль автомобиля, а не за руль, за штурвал самолета. Почему? Потому что вы умеете водить машину, вы понимаете, как она ездит, вы понимаете прекрасно о том, что этот путь будет дольше, чем на самолете. Но вы не садитесь за самолет, потому что для того, чтобы быть на самолете, лететь на нем, нужно учиться, нужно понимать, что делает каждый из рычажков, нужно абсолютно понимать вообще, для чего нужны вещи, нужно понимать, какие ты будешь использовать, какие не будешь использовать и так далее, и так далее. На такой простой аналогии я вам хочу показать, что на самом деле, когда человек только начинает автоматизацию, очень многие малые и средние предприниматели говорят, я хочу самолет. Можно мне вот это, вот здесь, чтобы тут автоматически, чтобы здесь мне маршрут выстраивался, чтобы здесь у меня считалось, а чтобы тут я за сотрудниками вообще не следил. И это на самом деле очень большая ошибка, потому что просто, как мы всегда говорим, а, еще есть такая штука, типа расскажите о возможностях Bitrix24, например. то мы в этом случае говорим, слушайте, у нас есть 600 листов мелким текстом о функционале. И вот это очень-очень-очень важный момент. Когда малый и средний бизнес идет такие автоматизации, когда хочет всего, когда аппетит рождается во время еды, когда каждая новая итерация технического задания дополняется, дополняется все новыми и новыми функциями, вы рискуете максимально не закончить все до конца. Первое. Огромные финансовые дополнительные инвестиции. Это раз. Вы увеличиваете время внедрения от момента, когда у вас появилась идея, до момента того, когда вы уже начали пользоваться автоматизацией. Ну и давайте как есть. Негатив чисто физический, человеческий негатив от того, что вы же хотите быстро, сейчас, здесь, сразу взять, использовать. Наша ментальность вообще назначена непосредственно на быстроту и на скорость внедрения. А здесь вам говорят, ну слушайте, все, что вы хотите, будет месяца два. Поэтому первое очень важное, мы об этом будем говорить. Посмотрите реально на адекватность. Как бы оно ни звучало. Подумайте о самом необходимом функционале, который вам может понадобиться на первый месяц. Почему говорю про месяц, чуть позже объясню по этому. Есть компания, которая, я думаю, вам всем абсолютно известна, это компания Двагис. Компания Двагис, это компания, которая предоставляет услуги карт. Все вы, я думаю, когда рано или поздно, так или иначе, пользовались их услугами. В компании Двагис, когда мы в свое время с ними работали, их исполнительный директор сказал нам следующую фразу. Ребят, смотрите, мы вообще никуда не спешим. Хотя нам нужно качественно и быстро, но мы вообще никуда не спешим, и для нас это типа абсурд. В смысле? Только представьте, и на тот момент для меня это было прям максимально круто. Он говорит, мы всегда работаем по принципу тропинка в лесу. Представьте себе голый лес, и вам нужно сквозь него пройти, но не один раз, а 20 тысяч раз. Сначала вы проходите по одной тропинке и вытаптываете ее, видите, как вам удобно пройти, падая во все буераки, падая во все, зацепляя за все ветки, полностью все. И когда вы первый раз проходите, вы не думаете, блин, вот здесь я поставлю дорогу, либо буду ходить так. Нет, вы начинаете ходить по-другому, вы начинаете смотреть на другие бизнес-процессы, вы начинаете пользоваться какими-то другими вещами, инструментами. Потом, понимая, что плюс-минус, наверное, как-то вот так я буду ходить, вы начинаете эту тропинку делать более удобной. Вы начинаете ее, ну как здесь на примере показано, сделаете просто деревянный настил. И только воспользовавшись деревянным настилом в течение какого-то длительного времени, вы такие, все, это работает, это будет ходить, и мы так будем теперь жить. И здесь мы начинаем делать ее непосредственно вот такое твердое. Поэтому всегда в рамках автоматизации живите по принципу той самой тропинки в лесу. Пробуйте, тестируйте бизнес-процесс, доводите его до идеала, и только потом лезьте в автоматизацию. Следующий вопрос. Хочу так же, как у. Друзья, всегда люблю этот пример, на живой аудиторию он гораздо лучше идет. У меня просьба, посмотрите, вот прямо сейчас сделайте то, что я попрошу. Посмотрите, пожалуйста, на небо. Надеюсь, вы сделали. И все сейчас, после того, как я вроде как попросил вас сделать, сделали несколько вещей. Кто-то посмотрел наверх, кто-то посмотрел в окно, кто-то посмотрел на картинку неба, а кто-то подумал, я нифига вообще не буду смотреть, что за бредовая идея, зачем оно мне надо, это манипулирует мной, я смотрю контент. И сейчас, а еще, еще есть разные какие-то вариации. И всегда, любую вещь, даже самую банальную, самую простую, которая есть у вас, которую вы просите сделать, каждый человек поднимает по-своему. Зачем я это говорю? Ситуация, хочу так же, как у, не работает, она плавно вытекает из предыдущего правила. Если вы хотите автоматизировать свой бизнес, автоматизируйте свой бизнес, у нас свой, не чужой, можно брать идеи, но у нас есть гора, прям, примеров, когда то, что работало у вас, не будет работать в другой компании, где те же самые продукты, тот же самый похожий бизнес-процесс и такое же количество людей. Просто по той простой причине, что там не поставить задачу, а сказать кому-то гораздо проще, чем поставить эту задачу. И вы не автоматизируете этот процесс, а просто говорите человеку реально и все работает быстрее, вы зарабатываете больше. И таких примеров огромное количество. Бускайп. Есть общая канва, которой можно пользоваться, но прошу вас, никогда не смотрите на предыдущий опыт. Вы уже компания, вы уже работаете, вы уже действуете. Можно спросить, а вот здесь можно как-то лучше сделать, чем у нас. И если интегратор хороший, он подскажет, либо он скажет, давайте мы сначала протестируем ваше, ведь по-любому у вас это уже работает. Ну и следующее. Уведите у себя из головы мысль, что вы, ваши сотрудники, да и в целом ваша компания хочет и пойдет по пути автоматизации легко. Никто никогда не идет легко по этой пути автоматизации. никогда не думайте о том, что у вас будет время все контролировать. Это тоже не получится, потому что через 3-4 недели о чем-то забудете, что-то не посмотрите, какой-то звонок не прослушаете. И придется нанимать отдельного сотрудника, либо садить другого, и он будет заниматься не теми функциями, которые вы делаете. Поэтому помните, всегда при базовой интеграции, когда вы только начинаете, пытайтесь каким-то образом надеяться только на себя, говорить с командой и говорить о том, что не все будет получаться, но мы обязательно с этим справимся. Ну а теперь давайте не последствиям. Яркого примера нет на самом деле у меня на этот. Я прям специально поставил этот слайд. Ни у кого. Компания FitService, которая Татьяна доступала, мы начали с ними работать в 2017 году, и это была одна из самых заряженных на действие нововведения команд, которых я видел. Ну чтобы вы думали, ровно через 3 недели, когда контроль ушел, сотрудники перестали заполнять, перестали что-то делать. И это процесс, процесс внедрения, процесс автоматизации, это всегда более длительный. Ну а теперь фраза с одной из наших встреч с клиентами, он сказал сотрудникам, выключайте телефон, включайте мозг, закрывайте рот и просто делайте, как вам сказали. Это опыт, просто наш опыт, который мы сейчас хотим до вас довести. Несколько простых шагов, что нужно сделать для того, чтобы процесс автоматизации у вас стал проще. Да и вообще получился. Давайте как есть. Первое. Поговорите с командой. Если вы топ-менеджер и считаете, что вы самый умный человек в мире, это безусловно так и есть. Но есть еще другие люди, которые тоже знают, тоже хотят и тоже могут. Самый простой пример. Огонечек нажмите, пожалуйста, все, кто связан в продажах. Начиная от руководителя, заканчивая там сотрудником, младшим помощником младшего менеджера продаж. О, ребят, вас прям много-много. Круто. Так вот, младший помощник, младшего сотрудника, младшего отдела продаж зачастую в теме процесса продаж гораздо больше, чем топ-менеджер. Потому что он знает, где он понимает, как он понимает, что необходимо нужно сделать для того, чтобы продажа состоялась. И когда топ-менеджер садится и с командой внедрения вот так будет, это неправильно. Во-первых, а, вы не учитываете хотелки команды. Во-вторых, б, команда может быть вообще не хотеть автоматизации. И здесь очень важный момент, что мы здесь собираем данные, это раз. А второе, очень важно, мы говорим о том, что, друзья, мы встаем на путь автоматизации. И вот здесь вы, как управленец, как собственник, как топ-менеджер, можете сказать, я так решил и так будет. Ваша задача вместе со мной это сделать более эффективно, чтобы у вас это все работало. Следующий. Выбрать одного, единственного человека, отвечающего за автоматизацию. Чтобы вы понимали, даже в холдинге, в котором три с половиной тысячи человек, восемь филиалов по странам по-разному, есть один ответственный за автоматизацию. У него есть подчиненные, у него есть сотрудники, но есть единственный человек, который итоговое решение принимает. Это не обязательно собственник. Это может быть собственник, топ-менеджер, самый заинтересованный, руководитель отдела продаж. Это может быть просто самый инициативный манагер. Но он должен быть один. И самое главное, здесь вот на примере мы прям флаг дали. У него должен быть стяг и стопроцентный гарантий поддержки от руководителя. Все, что ты не скажешь, будет именно так. Потому что как только вы вступите на систему работало же раньше, лучше, может быть не будем трогать старое, хотя мы все понимаем, что нужно трогать старое, ну может быть оставим, и вдруг руководитель проекта такой, ну наверное, давайте оставим. И вот с этого места все пошло уже в лес. Второе, выбрать одного ответственного. Следующее, отказаться от пробных запусков, здесь все очень просто, здесь нужно проявить волю, металлический характер и звон для того, чтобы сказать, все, мы начинаем и мы стопудово перейдем. Следующее, вот здесь уже такие практические вещи. Если вы до этого работали в Excel, первое, что вам нужно сделать, перенести функционал Excel. ничего больше не нужно, только функционал Excel. Вот как он у вас есть, фамилия, имя, отчество, напоминание о дате звонка, компания и комментарии, значит, вот именно это в первый месяц вы переносите больше ничего. Если у вас была почта и вы пользовались почтой, вы переносите почту. Если у вас был сайт, с которого падали заявки, то вы переносите только сайт, а не делайте чат ботов, которые автоматически отвечают, упрощаем первую итерацию до максимума. Следующий этап. Правило четырех. Упростите все до четырех. О чем идет речь? Если в вашей воронке продаж есть десять этапов, встреча, коммерческое предложение, второе коммерческое предложение, вторая встреча, запросы дюйзитов, договор и так далее, подобное, вы обязаны изловчиться и сделать четыре этапа. Коммерческое предложение, запрос реквизитов, подписание договора, пример, выезд, начало работы. Самая большая проблема первого этапа и вообще всегда автоматизация и увеличение дорожания собственности, когда собственник очень хочет много всего-всего-всего-всего, и чтобы каждый этап был максимально распланирован, и чтобы карточки клиента. Раньше мы собирали только фамилия, имя, отчество, а сейчас мы будем собирать имя, отчество, дату рождения, телефон, мы будем собирать имя любимой собаки, когда он принимает решение, и после скольки ему можно звонить, это неправильно, уходите от этого. До четырех, до четырех всего. Дальше больше. Следующий момент. Подключите только то, чем пользовались. Если это почта, это почта, если ватсап, вы писали клиент, подключите ватсап, если телеграмм, телеграмм, если сайт, то сайт. Ничего больше первый месяц. Следующее. И вот тут очень важно, насколько бы ваши люди не были умны, понимающие, адекватны, вы должны и обязаны собрать всех, посадить их на стул, и как детям, как первоклассникам показать, нажать, вот сюда нажимается, вот сюда делается, здесь заполняется, вот здесь появляется уведомление. Записать это, дать повторить и условно провести экзамен, если есть такие возможности. Никогда, никогда, никогда не надейтесь на самостоятельность. Этого не получится. Так, быстро уже подхожу. Дайте ровно месяц. На первую итерацию у вас должна быть ровно, на первую итерацию у вас должен быть ровно один месяц. Вот вы сделали самое простое, самое базовое, обучили, и не лезьте в месяц до настройки. А просто берите, записывайте доработки и записывайте хотелки. Любая CRM-система современная, любая система управления компанией современная имеет огромный функционал, от которого могут разбегаться глаза и который хочется весь применить. А самое главное, вы же ходите на конференции, вы же смотрите выступления, и вам говорят, что чат-боты решают, автоматическая реклама на Яндексе, ВКонтакте теперь сделал интернет-магазин, и это все можно сделать. Уберите свой экзистенциальный кризис с того, что вы много чего уже не сделали. Начните с базового, а все остальное добавляйте постепенно. Повторите. Сделайте раз, сделайте два, сделайте три, подождите месяц, повторяйте. Каждая итерация раз в две недели. С декабря месяца, вот мы ведем, получается, те самые 25 проектов, у нас отвалилось только два человека, две компании. Все остальные продолжают работать по тому же самому принципу. По маленьким доработкам, по маленьким хотелкам. И это недорого. Самое главное, на это не нужно тратить даже сотни тысяч. Иногда речь идет просто о десятках на полноценный продукт, которым вы будете пользоваться. Последние вещи, автоматизация, сейчас это самая важная и самая простая система увеличения прибыли. А под автоматизацией всегда стоит человек, либо компания, в целом, которая будет либо настраивать вам, либо вы будете у себя это делать и контролировать. Ну и любая автоматизация настраивается постепенно, как дом, на огромный фундамент. По чуть-чуть, понемножку. Мои любимые цифры, чтобы вы понимали, в рамках автоматизации только 19,26% микро и малого бизнеса вообще используют. И столько компаний вообще никогда не слышали о CRM-системах. Друзья, заканчиваю, сейчас буду переходить к вашим вопросам. Это ссылка на наш сайт, как раз на ту самую услугу, цифра для маленьких, мы ее сейчас назвали «Быстрый запуск CRM». На текущий момент субсидирования у нас нет на нее от государства, но мы прям готовы и хотим помочь вам сделать первый шаг, либо первый правильный шаг на пути автоматизации вашего бизнеса в то самое время. Быстро, качественно, и хорошо, и все участники обязательно от нас получат 10% скидку. Берите этот QR-код, заполняйте заявку, ну, а я сейчас буду переходить непосредственно к вашим вопросам. Так, мне коллеги должны были накидать вопросы. У меня здесь телефон, и сейчас я буду к нему переходить. Так, одну секунду, буквально. Надеюсь, мое выступление вам понравилось, оно было полезно на самом деле. Первый раз выступаю так. Проект по цифровизации малого бизнеса действует только по Новосибирской области. На текущий момент, да, по Новосибирской области мы ведем переговоры с Томском, мы ведем переговоры с Омском и с Барнаулом на текущий момент. Все это непросто, мы запускаем это. Следующее. Если CRM, есть CRM, но не все настроено, не все работает, далеко не все получается. Это нормально. Вообще, в принципе, даже у нас есть моменты, которые мы такие, что-то где-то не работает, и мы каким-то образом дополнительно дорабатываем даже нашу систему. Это вопрос не сапожника без сапог. Это вопрос, я вас понимаю, как собственник, либо как сотрудник, потому что вроде вот они там сидят за стеной у нас, большая толпа программистов, но даже им иногда не хватает времени для того, чтобы настроить себе, и это нормально. Поэтому как раз очень многие вообще партнеры Bitrix24 по всей стране находятся и как раз решают эти задачи. Ну, если у клиента есть подробное ТЗ на управление самолетом, все расписано, все процессы описаны. Слушайте, хороший вопрос такой, с вызовом вся история, но если есть, и он в этом разбирается, и он будет, полетит с первого раза, да слава тебе, господи, честное слово, есть ли такие примеры у нас, ну, из 450, один, два, мы это называем либо удача, либо веселое, интересное стечение обстоятельств. Круто, что есть такие компании, я на самом деле этому рад и искренне желаю, чтобы таких осознанных получалось больше. Владимир, какой программный продукт вы посоветуете для автоматизации бизнес-процессов производственной организации? Друзья мои, стоя на этом фоне, я не могу посоветовать ничего другое, как, конечно же, Bitrix24, очень большое количество кейсов автоматизации производственной компании. И автоматизации склада, автоматизации производства, автоматизации закупа, все в одних компаниях, автоматизации процесса продаж, автоматизации процесса просчета и тендерного производства в организации производственной. Это все уже есть, есть кейсы, есть реализация, все уже возможно, можно делать. Большие заводы, я говорю, есть большие заводы, где 250-300 человек трудятся, есть небольшие с бытовой компании, которые тоже работают. Александра перед этим выступала и говорила, что модуль продукты, модуль задачи и проекты очень сильный в Bitrix24. Сегодня Сергей Емельянов x3 групп будет рассказывать по модуль скрам, который помогает более эффективно работать с проектами. Вот туда же все хорошо, все работает. Если сотрудник имел полную поддержку, но со временем ее утратил, как быть, прекращать сотрудничество? Не понимаю, наверное, вопрос. Вы, вероятнее всего, имеете в виду на тему полную поддержку от руководителя? Не знаю, уточните вопрос, пожалуйста, вот кто задавал его, у нас есть еще время, я обязательно на него отвечу. Владимир, сколько времени уходит на автоматизацию компанию в среднем? Слушайте, всегда по-разному, давайте как есть. Есть кейсы, вопрос, автоматизировать компанию полностью, наверное, давайте как есть, это некий атовизм, это практически невозможно сделать. Очень многие вещи так или иначе будут решаться с человеческим фактом, потому что, еще раз говорю, мне гораздо проще какие-то вещи сказать словами, и они сделаются быстрее. Но понятно, если речь не идет, когда я нахожусь в одном городе, а тот человек, который должен сделать эту задачу, в другом, чисто физически невозможно. При этом, когда речь идет о каких-то базовых вещах, ну то есть, рутинные, вещи критические, на которых строится бизнес-процесс, это вопрос продаж и вопрос всего. Вещи производственные, обгрузочные, логистические, отдельные, то здесь речь может идти от месяца до двух. Есть проекты, есть компании, которые автоматизируются все свое время. Компания Фитсервис с 2017 года построила уже из своего маленькой системы, которая была изначально и занималась только продажами, огромную ирпиху, в которой уже есть много-много-много всего. Не дорабатывая ее на программном уровне, на кодовом уровне, а просто улучшая и подстраивая ее под себя. Ну то есть, все это больше и больше и больше. Есть проекты, которые реализуются за 7 дней. Прям реально за 7 дней, от момента начала до момента обучения реализации. Владимир, сколько времени, это я прочитал, дальше. Говорят, собственнику нужно не бояться нанимать людей умнее себя. Были ли у вас истории, когда все было наоборот и как получилось переубедить собственника? Да, конечно же было. Еще раз говорю, собственник, я вообще живу по принципу, обожаю профессионалов и живу по принципу, каждый должен делать то, что должен. Собственник вообще не должен раздуплять, как работает CRM-система и как нужно автоматизировать компанию. Собственник это про стратегию, собственник это про идею, собственник это про предпринимательство. Вопрос разубеждать, наверное, да, это такое было, но не настаивать, потому что еще раз, и здесь очень важно, если мне, например, представим моя ситуация, мне умный человек, который построил компанию, который говорит, слушай, у нас работает вот так, а я ему прихожу, такой говорю, слушай, ну я вот тоже как бы у бабушки любимый внук, и мы тоже очень многое уже сделали, очень многое у нас опыта, он такой говорит, мы делаем вот так, я такой, нужно делать вот так, то я остановлюсь все-таки на идее собственника, если это, конечно, не полнейший абсурд, который я смогу легко определить, я оставляю вообще за собой идею, что я могу чего-то не знать, и на самом деле то, как он говорит, это в конкретном его бизнес-процессе верно, ну а когда я понимаю, что абсурд, то у меня есть примеры, то у меня есть, как это объяснить с точки зрения логики, сделай это, вы потеряете время на этом, потеряв время на этом, вы не сможете здесь, здесь вы получите негатив, удорожание проекта, и все-все-все-все-все-все-все-все. Друзья, следующий вопрос, а так это же реклама Битрикс получается? Один вопросительный знак и миллиард, восклицательный. Нет, слушайте, это не реклама Битрикс 24, у нас вообще, нас организаторы просят никогда это не называть, но коли уж мы стоим и разговариваем об этом, мы пользуемся этим продуктом, он нам нравится, есть люди, которым он не нравится, ничего, как говорится, личного, есть люди, которые используют другое программное обеспечение, это тоже круто, благо мы находимся в рыночной экономике. Так, ну и последний вопрос, уточнение по вопросу. Если ответственный за проект сотрудник имел полную поддержку от руководителя, но со временем ее утратил, как быть, по вашему мнению, прекращать сотрудничество с ним, как минимум по проекту автоматизации, да, непонятно, почему он утратил эту поддержку, здесь очень важно за этим следить. Вы должны понимать, что тот человек, который занимается именно автоматизацией и отвечает за автоматизацию в компании, он соберет на себя весь негатив за все. Вот все, вот все недовольные люди будут идти к нему, и ему сложно, и если вы его назначаете, то это вопросы финансовой поддержки и моральной, потому что, как есть, не все проекты получаются всегда с первого раза, не все проекты получаются вот та самая дорога замощенная, не получается с первого раза, никогда, что бы вы ни делали, это всегда, даже если у вас есть крутотишим образом отстроенный бизнес-процесс внутри компании, на рельсах автоматизации либо на рельсах программного обеспечения, он может видоизмениться, и здесь тоже нужно смотреть. Поэтому у меня просьба, мы очень любим наших партнеров и тех ребят, с которыми мы работаем, как с клиентами, вот кто отвечает за процесс интеграции, любите их, хольте или лейте, их осталось совсем немного. много.